Пять лет назад марионеточный режим Южной Кореи жестоко подавил народное восстание в городе Кванджу. Выступления против диктатуры проамериканской клики нарастали в Южной Корее еще с апреля 1980 года. В мае они приняли массовый характер. К концу месяца волнение охватили 17 городов. Население третьего по величине города Кванджу восстало. Тим Спирит. Дух команды, чувство плеча. Так называются маневры, которые США каждый год проводят вместе с армией сеульского режима. Это название символично. Именно на плечи, а точнее на штыки американских солдат, оккупировавших после Второй мировой войны юг Корейского полуострова, сеульская клика опирается на протяжении всего своего существования. В мае 1980 года, несмотря на мощный репрессивный аппарат, десятки тысяч подготовленных американскими инструкторами и полицейских, этот режим уже не мог контролировать обстановку в стране. США пришли на помощь своим ставленникам. К берегам Южной Кореи были направлены крупные соединения военно-морского флота. Вашингтон официально разрешил использовать в карательных целях вооруженные силы, находящиеся под общим американо-южнокорейским командованием. Ворвавшиеся в Кванджу солдаты убили две тысячи человек. Постание было подавлено. Прошли годы. Связи между Вашингтоном и Сеулом продолжают укрепляться. В последних маневрах «Тим Спирит» участвовало уже 200 тысяч солдат и офицеров. США сейчас планируют размещение в Южной Корее першингов и крылатых ракет, нейтронного оружия. Значит ли это, что чувство плеча Сеулы и Вашингтона восторжествовало? Нет. Каждый месяц приносят из Южной Кореи сообщения о многотысячных манифестациях протеста. И их не могут предотвратить невиданные по жестокости репрессии марионеточной клики.